Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать о пяти важных изменениях в ГПК РФ, Гражданско-прациальном кодексе, которые начнут действовать с 1 сентября 2024 года. Информация пригодится тем, кто планирует судиться, ну и тем, кто уже судится и вполне возможно в сентябре еще будет судиться. Таких изменений, скажем так, конечно же не пять. Я выбрал более такие, на мой взгляд, интересные моменты. Внесены они законом о 29 мая 2024 года. Но давайте обо всем по порядку. Начнем с первого. Упрощенное производство. Многие, наверное, знают, что такое упрощенное производство. Кто-то не знает, что такое упрощенное производство. Если не знаете и нужно вам об этом рассказать, напишите в комментариях. Просто в рамках этого видео не хочется уделять много времени каждому из пунктов. Будет что-то непонятно, пишите, запишу видео. Так вот, в рамках упрощенного производства теперь цена иска будет от 100 до 250 тысяч рублей. Соответственно, до этого до 100 тысяч рублей. Судебные приказы. Второй такой момент. Значит, меняется. В приказном производстве теперь податель заявления о вынесении судебного приказа должен будет к своему заявлению приложить документы, подтверждающие факт отправки должнику, ответчику, ну, в данной ситуации должнику, вот этого вот заявления. А сам судебный приказ теперь по срокам будет выноситься не в течение пяти дней, а в течение десяти дней. Третий момент важный касается как раз-таки изготовления мотивированного решения суда. Теперь сроки изготовления будут тоже продлены до десяти дней. Так было пять дней. К слову сказать, у кого судьи успевают, я имею в виду в судах общей юрисдикции, изготавливать мотивированные решения за пять дней? Я вот был недавно в Калининском суде. Мне сразу сказали, что раньше, чем через полтора месяца решение изготовлено не будет, поэтому если вдруг там кого-то что-то не устраивает, подавайте так называемую предварительную апелляционную жалобу. Будут ли вот эти продленные сроки соблюдаться, сомневаюсь, но будет вот с сентября именно так. Иски о пенсиях и льготах. Четвертый важный момент. Теперь такие иски можно будет подавать по месту жительства ИСЦА. До первого сентября такие иски подаются по месту нахождения ответчика. Ну, например, там отделение вот этого вот пенсионного фонда. Как он там, они сейчас правильно называются. Вот такие изменения. Кстати, это, да, становится более удобно. Ну и пятый момент. Новинки протоколирования судебного заседания. Тут я зачитаю, чтобы просто не избиться. Значит, меняются и вносятся изменения в порядок введения протокола судебного заседания. Что важно, из текстового протокола убирается довольно большой пласт данных. То есть это не будет отражено в протоколе судебного заседания. Секретарь больше не будет вносить в протокол прения и показания сторон представителей, свидетелей, экспертов, третьих лиц. Не будут перечисляться письменные доказательства, не будет фиксироваться осмотр вещдоков, ну и другое и прочее. То есть работа секретаря в данной ситуации упрощена. И эти упрощения сделаны в связи с тем, что ведется аудиопротоколирование судебных заседаний. И теперь как бы в аудиопротоколе вот это все перечислено как бы и так и так есть. Но юристы, адвокаты, которые меня смотрят, наверняка сталкивались с тем, что когда есть желание ознакомиться с аудиопротоколом судебного заседания, то с ним ознакомиться невозможно по каким-то техническим причинам. О чем тебе в суде и говорят. Поэтому спорный такой момент, на мой взгляд. Вот такие пять важных изменений. Кому было интересно, ставим лайк. Свои юридические вопросы можете задать мне в группе ВК, консультация платная. Подписывайтесь на канал, а мы увидимся в следующих роликах. Всем до встречи. Пока.